Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы вспомним одно памятное событие в истории нашего проекта, а также вы узнаете о, вероятно, наиболее и наименее динамичных аспектах работы закрытого акционерного общества струнной технологии, а именно о создании подвижного состава и о работе по организационному развитию. А теперь обо всем этом подробнее. Четыре года назад, в то время еще на строительной площадке экотехнопарка Skyway, состоялась торжественная закладка памятного знака нулевой километр и посвященная этому событию торжественное мероприятие. Это монументально-декоративная композиция, отлитая в бронзе. Именно благодаря вашим голосам был создан собирательный образ нулевого километра, итоговый вариант которого утвердил Анатолий Эдуардович Юницкий. Экотехнопарк сейчас просто невозможно узнать. За четыре года с начала проектирования и первого вбитого колышка на бывшем танковом полигоне площадью около 36 гектаров впервые в мире с нуля построено пять демонстрационно-сертификационных тестовых комплексов Skyway разных типов общей протяженностью более 4 километров. Мы постоянно совершенствуем технологию и за это время уже была проведена модернизация полужесткой путевой структуры с целью увеличения ее грузоподъемности в три раза. На ферме на струнной эстакаде произведена модернизация дорожки качения под головку рельса ленточного типа, что на порядок повысило ровность пути. Здесь уже испытаны разные типы инновационных бесстыковых головок рельсов. Построена вся необходимая инфраструктура второго уровня. Станции, стрелочные переводы, многокилометровые инженерные сети водопровода и канализации, системы энергообеспечения с сетями общей мощностью около тысячи киловатт, системы связи и интеллектуального управления, оснащенные системой датчиков и техническим зрением. Продолжается строительство шестого тестового комплекса почти километровой длины с целью отработки стандартов для природно-климатических условий Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении, изготовленного в Минске перед его поставкой в Дубай, Абудаби, Шарджу и другие города и регионы стран Лижнего Востока и Азии. За это небольшое время нами уже разработано 11 принципиально разных моделей инновационных рельсовых электромобилей, которые были изготовлены на собственном производстве, созданном с нуля и оснащенном самым современным станочным оборудованием. Иными словами, композиция нулевой километр символизирует собой начало нового этапа развития Skyway. Именно с этой точки струнный транспорт Юницкого начал свое победное шествие по всему миру. Но пора вернуться в наше время, ибо и сейчас есть о чем рассказать. Начнем с процесса создания подвижного состава Skyway. Разработана структурно-функциональная модель транспортного средства Unilight, описывающая архитектуру машины, используемая для ее согласованного конструирования разными подразделениями, а также для подготовки документов, предоставляемых сертифицирующим органам. Продолжается работа по улучшению быстродействия и плавности хода опытного образца высокоскоростного транспортного средства. В рамках работ по модернизации гидропневматической подвески Ю4-362 испытываются новые цилиндры, которые в скором времени будут установлены на Юнибус. Разрабатывается концепция бортовой системы управления абсолютно нового транспортного средства, которое не только удовлетворяет требованиям по безопасности, но также является модульной и масштабируемой. Такая архитектура позволит объединять несколько одномодульных транспортных средств в многомодульное, с минимальным количеством изменений в комплектации, делая каждый модуль универсальным в применении. Продолжаются работы в инновационном центре SkyWay в Шардже. Начаты пусконаладочные работы по фазе номер один на трассе протяженностью 400 метров с гибкой рельсо-струнной путевой структурой. Совсем скоро начнутся ходовые испытания тропического Юникара и его сертификация. В закрытом акционерном обществе струнной технологии огромное внимание уделяется организационному развитию и повышению квалификации сотрудников. В направлении BIM, информационное моделирование здания, сотрудники управления проектных работ прошли обучение по пользованию графиками в системе Innovia Project Management. Были созданы шаблоны проектов для Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов с включенными в них шаблонными графиками. Проработан и протестирован маршрут согласования состава проекта. Еще в середине уходящей недели были подведены итоги этой работы и получена обратная связь, необходимая для совершенствования данной деятельности. Доработан шаблон моделирования лестниц и потолков. Ведется работа по настройке моделирования крыш. Доработан шаблон для промышленных объектов. Автоматизирован процесс моделирования оборудования на основе таблицы Excel. Автоматизирован процесс передачи информации о проекте в модели Revit. Переработана среда общих данных на сетевом диске BIM-01 и все встроено в процесс работы над проектом. Говоря простым языком, основной фокус в данном направлении деятельности компании сейчас сделан на внедрение BIM, информационного моделирования зданий, функционирование одного из ее ключевых подразделений, в управлении проектных работ, где труд сотрудников во многих аспектах все более автоматизируется. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессии в развитии технологии SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay. Подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, автоматизируйте все, что угодно, но это делайте от всего сердца. Строй SkyWay, спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok